Добрый день. Пару дней назад я протирал свои полки с кубиками и среди коробок и прочего нашел вот это. Это домик. Домик от компании Куб Твист, Хаус Куб или как-то еще. Не помню когда он ко мне попал, но очень давно. Я его собрал пару раз и поставил на полочку. Решил поискать информацию в интернете про такие головоломки и нашлось ее очень мало. Да и купить его оказывается не так уж и просто. Сразу в продаже мне не попалось. Возможно где-то есть. Но можно его сделать своими руками. Для этого потребуется Фишер Куб и обычный 3х3. Нужно взять два слоя отрешки. Вот такую вот грань от Фишера. И это снять и поменять грани. И дополнительно взять вот эти вот ребра. Вот такие от Фишера. И установить их в виде труб. Ну и при желании поменять наклейки. В этом домике цвета немного нестандартные. Вместо белого цвета черный. По бокам синий, красный и зеленый как надо. Но потом идет желтый. И крыша оранжевая. Причем трубы полностью оранжевые. А боковые эти элементы с зелеными и синими цветами. Конек зелено-синий. А трубы полностью оранжевые. Верхняя грань оранжевая. Оранжевый центр. Два ребра, которые совпадают по форме. Но с одинаковыми наклейками здесь. И два ребра, которые перпендикулярно и полностью одноцветные. Это трубы. Правильное собранное положение именно такое. У компании Мою была серия Фишер, Аксис, Мельница и трешка Гуан Лонг. Там детальки взаимозаменяемые. Из них можно вот такие вот домики делать и разные другие модификации. Естественно можно сделать разные расцветки. Но как я понял, вот это наиболее интересное. Интересно оно тем, что вот эти ребра одинаковые. И из-за них может возникать псевдопаритет. Ну и еще вот эти вот уголки на самом деле одинаковые. Ну, к этому мы вернемся позже. Так как два слоя от обычной трешки, собираться они будут аналогично. Ну а верхний слой разберем подробнее. Перемешивается легко. Я почистил от пыли, смазал. Стало вращаться получше. Иногда, конечно, заедает, цепляется. Но это все-таки самая бюджетная какая-то модель трешки, на базе которой это все сделано. Ну и компания Куб Твист, конечно, не особо сейчас популярна. Начинаем с черного цвета. Одно ребро стоит. После красного должно быть зеленое. Напротив зеленого синие. И между вот этими еще... А, вот это желтое. Доворачиваем. Получаем правильный крест. Дальше собираем F2O. Если вы владеете мультиколором, то тут вам будет проще. А так можно и по отдельности. Каждые элементы. Можно все вместе. Парами. Вторая пара. Синий-красный. Где-то здесь. Так. И остается одна. Вот такая синяя-желтая. Непривычные, конечно, комбинации. Ну да ладно. Дальше смотрим. А здесь ребра. Они по форме одинаковые, но по цветам немного разные. Те, которые лежат, это значит ориентирован неправильно. Которые вертикально располагаются, это правильно ориентированный. Получается перед нами галка, которую решаем. Теперь все ребра правильно ориентированы. И надо их расставить по местам. Два оранжевых должны быть напротив. Они как-то рядом стоят. Не так, как должны. Поставим зеленое на место. Оранжевое, получается, стоит на месте. А вот эти два надо менять. Базовым алгоритмом из метода для начинающих. Это делаем. Так. Все получается. Смотрим. Все хорошо, красиво. И здесь тоже. Ровный конек должен быть от зеленого ребра через оранжевый центр к синему ребру. Здесь должна быть ровная линия. А вот эти ребра перпендикулярные. Но бывает такое, что соберется не так. И центр развернется на 90 градусов. Такое вполне возможно. Продемонстрирую сейчас, как это будет выглядеть. Так. Вот смотрим. Вроде все то же самое. Зеленое на месте, синий на месте, оранжевый по местам. Но центр развернут не той стороной. Не так, как надо. И развернут он на 90 градусов. Отдельно, по-честному, развернуть центр на 90 градусов нельзя. Только совместно с каким-то другим центром. Что вполне допустимо, так как эти у нас симметричные. Либо вместе с какими-то другими деталями. И я нашел для себя простой способ сделать Т-перм. Мы знаем, что два Т-перма разворачивают центр на 180 градусов. Очевидно, что один разворачивает на 90. Но помимо этого, Т-перм переставляет два угла и два ребра. Если углы мы пока не собирали, пока там неизвестно, что с ними. То два ребра есть у нас одинаковые, которые спокойно можно местами поменять. Этим я и пользуюсь. Делаю Т-перм. Чуть клинит, конечно. И получается все красиво. Ряд ровный. Трубы выделяются. И остается только разобраться с углами. Они у нас, на удивление, стоят на местах. Синий-синий. И зеленый-зеленый. Но может быть и не так весело. Давайте их немножко переставим. К примеру, вот так. Синий на месте. Зеленый на месте. Идеально красиво стоят. А вот этот синий с этим зеленым надо места им поменять. Но в кубике 3х3 нельзя менять только два угла местами. Это невозможно. Только вместе с ребрами, либо три угла можно менять. Но теперь давайте присмотримся и поймем, что вот этот синий-оранжевый угол и вот этот синий-оранжевый угол, они одинаковые. Я ставлю на одно и то же место. Ничего не меняется. И мы спокойно можем это использовать. К примеру, на это место нужно поставить синий уголок. Ну вот этот, наверное. Сюда поставим. Этот тогда пойдет вот сюда, на зеленое место, и ничего не поменяется. А этот пойдет сюда, тоже на зеленое место. И будет все хорошо. То есть произойдет перестановка трех углов. По факту визуально поменяется местами только два. Ну и сделаем обратный АПЕРМ. И смотрим, что получилось. Зеленый на месте, зеленый на месте, синий на месте, синий на месте. То есть мы спокойно можем Т-1 менять эти углы как хотим. Их все равно потом можно будет правильно поставить. Ну и остается пиф-пафами развернуть этот и этот уголки. Как в методе для начинающих. Тут хорошо. Подворачиваем следующий. Оставшиеся четыре пиф-пафа на нем делаем. Ну вот и все. Доворот крыши и домик собран. Несложная, но немного интересная головоломка. В которой есть свой псевдопаритет. Можно сделать проще, если сделать ребра с разными наклейками. Тогда псевдопаритет пропадет. Ну если еще углы как-то сделать разными. Хотя они собираются в конце и можно на них внимания до последнего этапа не обращать. Вот такая вот головоломка. Я рекомендую, если вдруг где-то завалялось, пособирать. Если нет, то можно сделать самому из старого Гуан Лонга и Фишера. Но они как бы не ломаются. Если наклейки не переклеивать, не понравится, можно обратно разобрать. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok